Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 у головы Николая Георгиевича Лава. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Только что нам явилось чудо вознесения в Поднебесе ради счастья земного, главных героев прекрасного балета «Девушка и дракон». Но мы с вами явились свидетелем и другого чуда, когда средствами музыки, танца, великолепным искусством костюмов произошло объединение, соединение, взаимопомогновение двух великих культур, двух великих народов-соседей, двух цивилизаций. Смотришь на это чудо-балет и делаешь определенные выводы. Надо подняться над искушением жить только ради собственных удовольствий и наслаждений. Надо любить и защищать свою землю. И надо сделать нечто большее банальных совершенств. Но хотя бы превратиться в озеро и речи. Центр церевлянной базы культуры решил наградить знаками общественного признания и решил провести эту церемонию. Следующий у вас побежать, а мне сейчас помогут. Да, и сделаем это с большим удовольствием, Николай Иванович. И под вашей формой аплодисменты, дорогие гости, уважаемые дамы. И господа, мы спешим объявить романтирую премии «Сосвязи Феникса» и за большие заслуги в развитии культуры и искусства поблагодарить ордена обалдения групп первой степени руководителя театра «Русский порядок» народного артиста СССР Гордеева Вячеслава Михайловича. Вручает вице-президент Стефану Александру Анатольевич. Мы благодарим вас и дай бог вам здоровья, добровольствия и гости за вашими руками и силами будут процветать и дебляться культурные отношения в Российской Федерации и за ее пределами. Спасибо! Ну, это будет, уважаемые друзья, мы имеем честь, обратим ваше внимание, что здесь, среди всех, на корпусе Текола такой защитной об уважаемых гостей, о которой хотелось бы также сказать. И следующую номинацию премии «Созвездие Феникса» мы адресовываем в номинации за вклад и развитие культуры и искусства Орден БАУ Медиа Круп вручается композитору, заслуженному деятельу искусств СО Чэн Куай. Ваши бурные аплодисменты! Награждается орденом БАУ Медиа Круп ассистент художественного руководителя театра «Русский балет» заслуженный артист Российской Федерации Дамыдов Виктор Петрович за вклад в развитие балетного искусства и укрепление Российско-культурного культурного армена. Награждается грамотой БАУ Медиа Круп художественного руководителя и главный дирижер симфонического оркеста «Радий Орфей» Сергей Кондрашов за достижение области музыкального творчества высокая респондина за шпот и укрепление российско-китайской дружбы. Награждается грамотой БАУ Медиа Круп соист театра «Русского балета» заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин за высокобудочное исполнение партии «Килинцы Грако» в полиции Тимско и Грако. Награждается на БАУ Медиа Круп ведущая соистка театра «Русский балет» главная международного конкурса Анна Щербакова за высокобудочное исполнение главной партии «Килинцы Грако» и за достижение «Килинцы Грако» директор «Килинцы Грако» пограждается грамотой Пау Медиа Круп исполнитель главной партии в «Килинце Грако» знесклав Оренке за бесплатно зрителя юридического искусства Подраждается ордена «Вам и меня» групп заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Устышанинова за вклад в развитие художественного искусства. Дорогие друзья, хочу вас огромное спасибо за ваши аплодисменты, за вашу поддержку этого замечательного проекта. Ну и хочется, поскольку я большой любитель балета, так как положено крикнуть «Браво! Браво! Русский театр! Браво! Композитору! Браво! Киришору! Браво! Руководителю Горгии Вячеславу Михайловичу! Много российско-китайских отношений крепят вовек! Спасибо! И особыми аплодисментами это же подчеркнуть у которого есть команда «Браво! Браво! Браво! Браво!» Вице-президента Юсупова Андрея Владимировича, вице-президента Степанова Александра Анатольевича и вице-президента Хариторова Александра Геннадьевича. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги! Дорогие друзья, последнее объявление 5 марта нашему замечательному композитору, если случился юбилей, я вам открою тайну. Он юбилей цифрован ровно на 20 лет больше, чем он выглядит на самом деле. 70, 70, друзья, не выкрируйте. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . . . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . 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 $0. $0. Виктор. Великолепная музыка. Да. Это очень талантная. Великолепная музыка. Я так для себя определяю. Его музыка у меня в машине. Я слушаю все время. Поэтому. Эээ. Свойства классической музыки. Чем больше слушаешь. тем она больше нравится, мне она очень нравится, прямо целыми кусками больших, и уже я ощущаю целостность этой музыки. Вот говорят художники китайские, как они рисуют природу, они никогда не смотрят на настоящую природу, вот то, что у них в душе, то они и рисуют, поэтому такие удивительные пейзажи бывают. Вот, оказывается, у русско-китайских композиторов тоже есть особенность, в которой пишут музыку. Это воплощение души. Душа нежная, чувствительная, открытая, соринка прикоснется, ей уже больно, это чувствуется из его музыки, из его скрипочек потрясающих. И потом, может быть, не сведущий человек, не очень, как бы поймет, но я не совсем сведущий человек, но немножко побывал в Китае, знаю, что такое петитония, да, европейская традиция и так далее. Удивительнейшее сочетание китайской традиции петитоника? Петитония? Пентатоника. Пентатония, я прошу прощения, ошибся. Вот, и европейские традиции. Вообще-то я понял, что вот такой балет и такую музыку сочинить очень легко. Надо родиться в Китае, в 16 лет попасть в СССР, закончить два вуза музыкальных, в том числе по композиторскому искусству, подготовить несколько книг, поработать с МГИМО-переводчиком из Китая до Китайского. Преподавание. Ой, прошу прощения, еще раз-таки говорим, от волнения. Вот, прости. Вот. И все, и легко получается, вот такая музыка. Поэтому я хочу провозгласить тост за кавалера ордена БАЛМИНИОГРУП, за обладателя и лауреата премии, национальной премии, за вклад в укрепление культуру и искусство, за нашего замечательного гибеляра и одного из героев сегодняшнего дня, моего дорогого друга Виктора. В свою честь. Спасибо за праздник. Спасибо. Это настоящее. Вот когда я говорил, как легко создается балет подобного рода, я сказал о музыке, я не сказал о хореографии. Он создается легко, надо родиться в Советском Союзе, значит, поработать в Большом Театре, значит, поработать в Большом Театре, добиться звания народного артиста СССР, создать театр, русский балет, проездить полмира, Китай съездит для того, чтобы месяцами изучать фольклор и особенности музыкального повествования в камне китайской. Легко получается вот такой балет. Поэтому я хочу спросить... Все, спасибо. Тристищные, ура! 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 как Николай Иванович сказал, легко создаются. А вот чтобы организовать сегодняшний наш спектакль здесь, для этого надо, наверное, много трудиться. И в наших условиях, в которых мы все дружно оказались, наверное, надо иметь нечто большее, чем талант. Надо еще иметь очень много энергии. Ну, я про голову не говорю, но про неутомимость, вот, Николай Иванович, он неутомимый человек. Когда мы пришли сюда первый раз, нам сказали, за две недели строку в сити-холле. Это просто нереально. И сейчас вам, чтобы рекламу сделать, нужно неделю. Потом, чтобы оповестить хоть кого-то, это еще нужно неделю. А потом вам нужно месяца три продавать билеты. Как делают обычные. А за две недели сделать, это просто нереально. Когда Иванович посмотрел, и кисть он так себя не умеет, так Лёш хорошо чувствовал, он так посмотрел, и говорит, а ему говорят, ну, понимаете, все бы ничего. Но это не воскресенье даже, и не суббота. А это, что он уже еще и понедельник. Он опять улыбнулся и сказал, что он не хочет, что он не хочет, что он не хочет. После этого, когда мы с ним вышли, на холодный ветер пойдем в дождь, мы идем вам и говорим, вот, жалко, что мне на три дня придется вас покинуть. Но ему на разу кое-что там взял. Он говорит, ну ничего, не волнуйтесь, мы все равно это сделаем. Я на него смотрю, вот, как-то мы только что не разговаривали о том, что это невозможно. Нереально. А он всегда так как. Поэтому я сейчас хотел бы поднять себе вопрос за Николая Ивановича, за человека, который может не столько многое, но, наверное, все. Спасибо. Да, ура! Ура, 34! Ура! Ура! Я хотел бы предложить тост за созвездие композитов, балетмейстеров, организаторов. И это прекрасное здание, которым владеет господин Аллахаров, что он дал нам возможность здесь сыграть за Гордеева, за Виктора Цзо, за Уколова, за Аллахарова и за Виктора Петровича Давыдова. Решение! Ура! 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 Сезлав, слава. Я хочу выпить за человека, который имеет огромное сердце, любящий искусство. Я помню, первый раз, когда был Николай Иванович, мы совершенно по-другому поводу познакомились, он был у меня дома, я ему дал просто так «Послушаю победу», и он слушал, что, я не знаю, обображённое, да? Он говорит, я полюбил эту музыку, я не думаю, сегодняшний день, вам огромное спасибо, спасибо, что вы и так ведете. А про меня, что я сказал? А про меня? Про меня, отец. Вот вся входит в меня, Виктор Халович, вся эта варенка, про Виктор Халович, я только сам, про себя, про меня, ну, кто скажет? Денька, дрожь. Сейчас надо будет сюда, и потом... А, сюда, еще успеть. Друзья, кто не забрал вещи в гардеробку, пусть там разоберите. Ура! А-а-а-а! Спасибо большое. Давай. Вот, главный уровень, по-русски, но... Это самое... Должен вам сказать, что самые великие страдальцы во всем этом, страдальцы, это был, у головы, господин Давыдов. Потому что все работали, все занимались творчеством, все создавали все, о чем мы говорили, но мы с ним страдали каждый день, потому что пробиться знанием замечательно, сделать организацию было сложно, но мы сделали. Поэтому еще раз бы я поблагодарил господина Агаларову, за то, что он, конечно, построил такое чудо-знание, в котором происходит много прекрасных творческих событий. Значит, все за наше страдание, которое заканчивает успех. Продолжение следует...